Здравствуйте! С днём студенчества. Очень рассчитываю на то, что у вас счастливо и удачно сложатся годы учёбы, вы завершите обучение и не менее удачно трудоустроитесь, будете работать в своё удовольствие на благо нашей страны, на благо России. С праздником! Всего вам самого доброго! Вы говорите, это Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который ожидается, это и большие форумы молодёжные, на которые постоянно ездят делегации Московского университета и тех вузов, которые у нас представлены сейчас на форуме лидеров. И для нас большое, постараюсь выразить все мысли очень коротко всех ребят, для нас большое счастье, что вот та фраза, которую вы сказали и повторяли, что патриотизм – это теперь наша национальная идея. Потому что действительно, действительно, вся наша работа, так или иначе, она вот вокруг этого строится. Это и патриотизм в смысле военном и в гражданском, но и также в научном, ведь это Московский университет, и у нас научный патриотизм, он, по нашему мнению, не менее значим. И мы все, все стараемся на благо нашей Родины. Ну, соответственно, у кого-то получается лучше, кого-то хуже, но мы все хотим ей помогать. И вам спасибо огромное за то, что вот в последние годы действительно мы все ощущаем, как и самосознание в стране у народа стало выше. Потому что если несколько лет назад мы как-то так находились в каком-то состоянии, немного растерянном, то сейчас мы вот даже, я хожу по университету, и каждого второго спрашиваю, а как мы будем строить планы там на какие-то ближайшие годы, где ты хочешь работать? И все говорят, в основном, естественно, в России. А когда говорят, не в России, я спрашиваю, а чего-то нет в России? Они говорят, ну вот там где-то чего-то лучше. Я говорю, а вот если ты посмотришь, например, с другой стороны, а вот если ты, например, здесь посмотришь, здесь, здесь, это есть в России? Они говорят, ну да, есть, но может быть. А вот вы попробуйте, и они когда пробуют, они понимают, что действительно есть у нас в стране институты не худшие, чем за рубежом. Но самое главное, как мы видим свою функцию, вот помогать людям молодым добираться до этих самых, до информации, до понимания, как им здесь можно работать, развиваться. И это важно, потому что готовность у них есть. Им нужно понимать механизмы. Вот это вот. Володя сказал, смотрят где-то что-то лучше. Ну, вы знаете, очень меткое наше выражение. Лучше там, где нас нет, да? Это всегда, это всегда так. Но лучше, чем дома, все равно нет таких мест. Понимаете, действительно, я сам почти пять лет прожил за границей, я знаю, что это такое. Там есть многие такие вещи, которых действительно у нас нет. И в чем-то, если мы уважаем кого-то, есть такая общая формула, то мы должны признать, что этот кто-то лучше в чем-то, чем мы. Так и есть. Вот где-то действительно что-то лучше. Но если смотреть в комплексе, нет другого, более близкого нашему сердцу места, чем Родина. Это сфера нашей культуры, нашего родного языка. Вот где бы мы ни были, мы всегда будем чувствовать себя там чужими. Всегда. Потому что нет ничего такого, что так близко связывает человека с земли, как то место, где ты родился, вырос, где ты говоришь на родном языке, и с тобой говорят на родном языке. Ты понимаешь всех людей в нюансах. Тебе не нужно заглядывать в словарь. Даже если, вы знаете, даже если у меня есть такие знакомые и близкие мне люди, которые говорят на иностранном языке как на родном, и все равно это не родное. Но это не значит, что мы должны закрываться как в коконе. Наоборот, мы должны быть открыты. Открыты всему миру. И образование – это та сфера деятельности, которая дает эту прекрасную возможность быть открытыми, выбирать в себя самое лучшее, и добиваться самых лучших результатов. Вот, мне кажется, к этому так себя и нужно настраивать и сегодня, и в будущем. Феликс – джедаист. Ага, я сразу заметил, что родное лицо такое. Павел Дмитриевич, мы к вам. Здравствуйте. Мы, если говорить именно о результатах, мы бы хотели вам вручить черный пояс как мастеру спорта по джи-до от нас, от студентов МГУ, на память. Мы знаем, что вы в Японии посещали центр восточных единоборств. У нас в МГУ замечательная секция по самбо, по джи-до. Есть секция восточных единоборств. И мы приглашаем вас с мастер-классом, поделиться опытом спортивным. И желаем вам больших успехов в вашей работе. Спасибо за подарок. Если удастся, я со своими друзьями действительно как-нибудь заеду. В том числе и с теми, кто являются основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошее, очень доброе отношение поддерживаем и с японскими джи-доистами, с господином Ямаси. Договорились о том, что на Дальнем Востоке будем проводить приуроченный к Дальневосточному экономическому форуму турнир по джи-до. Так что я очень рад, что и в МГУ это развивается активно. У нас ведь есть до сих пор проводится первенство вузов, да? Успехов вам. Вот эта красивая девочка, вот она расскажет, что они делают. Владимир Владимирович, для меня большая честь рассказать об одном из достижений Московского университета в патриотической сфере. Два года назад мы создали поисковый отряд. Поисковый отряд. Дело в том, что мы ищем своих товарищей, студентов и аспирантов, которые в составе 8-й Краснопресненской дивизии на дальних подступах к Москве защищали нашу Родину. Им было примерно столько же лет, как нам. Для нас формулировка «пропал без вести» уже не факт, а вызов. Мы выезжаем два раза в год, ищем, пытаемся идентифицировать по личным медальонам, что, конечно, является редкой находкой. Пытаемся найти семьи и, конечно, перезахоронить всех с почестями, с военными. Нам уже удалось найти более 50 солдат, офицеров Красной Армии и ополченцев. И три семьи дождались своих близких спустя 70-летий после войны. Мы очень рады. Спасибо. Это очень важная, благородная и полезная работа. Надо вспомнить Льва Николаевича Толстого. Ничего нет более противоестественного, чем война. Но самое естественное – помнить об этих трагедиях, с тем, чтобы ничего подобного не повторялось. И, конечно, очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые, как Вы сейчас сказали, пропали без вести. Они не должны быть безвестными. Это работа, может, на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена. Народ всегда должен помнить. Понимаете, ведь проходят боевые действия, да? А историю пишут те, кто остался в живых. Но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать тех, кто дал им такую возможность. Это чрезвычайно важная вещь. Так что Вам спасибо большое. Значит, они нашли 7 солдат верно и передали в установленном порядке обществу Германии. Тоже очень правильно. Это тоже элемент такой примирения и российского, и немецкого народа. Чрезвычайно важно на будущее. Европа должна быть единой, несмотря на все попытки ее выстроить какие-то новые стены. Очень приятно, что такая идея нас все-таки объявила. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы действительно очень рады Вашему приезду. И вот хотели бы Вас поздравить в связи с Днем студента, Татьяне Днем. Вы вручите Вам вот такой вот памятный подарок. Это произведение наших студентов, приуроченное к Татьяне Дню, где наши ребята писали свои стихи. И вот мы собрали это в одном экземпляре, в одной книге. И хотелось бы, чтобы Вы тоже посмотрели, ознакомились с трудами нашими, какие у нас действительно талантливые ребята. Спасибо большое еще раз за приезд. Мы очень рады Вам. Спасибо. Спасибо Вам большое за вот этот сборник. Я не знаю, что здесь Катя Лебедева написала, я прочитаю. Но название стихотворения вот такое символическое. Берегите крылья написано. Ну вообще нужно себя беречь, конечно. Но крылья нужно, знаете, тренировать так, чтобы они были сильными. И как следует ими работать, чтобы двигаться вперед как можно быстрее и как можно выше. Можно закончить строительство отряда, поспоет песню. Танцевать будем? Добрый день, во-первых. Я хотел бы сначала, в принципе, рассказать пару слов о наших молодежно-студенческих отрядах. А после мы, конечно, хотели бы Вам исполнить песню. Соответственно, начать хотелось бы с благодарственной речи за поддержку Вашу. Мы от лица всех студенческих отрядов Вам очень благодарны. В частности, за Ваш указ, который Вы издали в 2015 году и утвердили 17 февраля как наш день, как наш праздник. Вам за это еще раз спасибо. Пару слов о наших достижениях за последнее время. Мы, как строительные отряды, участвуем как в общенациональных же проектах, так и в проектах нашего университета, скажем так. Что касается наших последних достижений, именно общенационального масштаба, мы участвовали, к примеру, в строительстве всероссийских объектов в Сочи. Мы участвовали во всевозможных реставрационных работах в наших областях, таких как Архангельская область, Екатеринбургская область, в частности. Что касается наших достижений именно в Московском университете, мы практически ежегодно работаем на наших молодежно-студенческих базах в наших регионах. В частности, в Подмосковье, в том же Сочи, Абхазии, к примеру. В частности, также бы хотелось бы сказать, что наши студенты участвовали в строительстве даже этого здания, ну и получилось вроде как неплохо. Вот, вроде как. Соответственно, также мы не забываем нашу историю, очень сильно ей же гордимся. И в 2009 году был установлен памятник студенческим отрядам, так как в 1959 году у меня по совершенной случайности оказался сувенир, который выглядит точь-в-точь как данный памятник. И мы хотели бы вам его вручить, если найдется место, нам было бы приятно. И хотелось бы попросить, даже не то что попросить, а мы очень же надеемся попасть на такие крупные же стройки, как строительство Керченского моста через Кенжерский пролив. Или, к примеру, сейчас очень активно же идут стройки, например, в 2018 году будет Чемпионат мира, и в частности мы бы в данных стройках очень хотели бы побывать. И мы надеемся на вашу поддержку в данном вопросе. Спасибо. Вы знаете, что вот это движение стройотрядов, оно где-то лет 60 назад зародилось, но на самом деле еще и раньше, уже в 20-х годах, были первые трудовые семестры у учащейся молодежи, так говорили тогда. А в 60-х годах настоящее стройотрядовское движение началось. Чрезвычайно интересное, важное направление работы. Я сам, как вы знаете, публично уже говорил об этом, ездил в свое время в стройотряды и получил там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь. Это в любом случае полезно. Для нас это было существенно, потому что немного денег зарабатывали, немного даже по тем временам, много, наверное. Это поддерживало многих в ходе учебы в течение года последующего. Но это сплачивает очень. Общение сплачивает в неформальной обстановке. Это навыки определенные дает. И, конечно, дает возможность себя проверить. Я вот сейчас коллегов вспоминал о моем спортивном прошлом. Я, когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже, по-моему, мастером спорта по борьбе с самбо. И мне казалось, что я здоровый. Выяснилось, что работать, а работали мы много часов, по 12-15. Выяснилось, что мастер спорта, это, конечно, хорошо. Но умение работать в коллективе и еще много работать, это, в общем, требует особой закалки. И там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова, коллективизма, поддержки друг друга, чрезвычайно важные навыки для жизни. Ну а если удается попасть в такой второй отряд, который еще сопряжен с будущей деятельностью, вот я знаю, некоторые ребята из УЗов, близких к космической деятельности в разных ее ипостасях и проявлениях, принимали участие в строительстве восточного космодрома. Вот это, конечно, важно. Это важно. Но в любом случае это интересно и полезно. Я подумаю, что можно сделать по реализации тех планов, о которых вы сейчас сказали, и которые были бы, как вы считаете, полезными для нас. Хорошо? Можно закончить одним куплетом, ребята? Спойте. Я вы подпеваю. Заправлены планшеты, космические карты И штурман уточняет последний раз маршрут Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья Караваны-ракет Караваны-ракет Учат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!